Сегодня Хлоя вернулась домой пораньше. Она быстро справилась с очередным ремонтом, получила деньги от заказчиков и поспешила к себе домой. По пути забрала малышку Розали из детского сада и решила вечером пригласить в гости свою сестру Хелен. Она хотела узнать, как же у Той складывается жизнь в Сан-Мишуно, как ей новая квартира, поэтому сегодня мы с вами устраиваем семейный ужин. Но я думаю, что для начала нам стоит все-таки немножко поубирать. Давайте посмотрим, где Розали. Я думаю, что, скорее всего, она у себя в комнатке. Давайте поднимемся на второй этаж. Нам с вами в этой квартире осталось, в принципе, вот здесь что-нибудь интересное разместить. Может быть, мы здесь столик поставим компьютерный, может быть, какие-нибудь интересные украшения повесим. Где Розали? Где наша малышка? Она очень грустная. Нам все-таки стоит сначала немножко поубирать, потому что, я так понимаю, кто-то забыл выбросить вот эти вот остатки еды. И затем, конечно же, мы проведем время с нашей малышкой. Пойдем убирать. Кстати, обратите внимание, что у Хлои, в принципе, все окей с потребностями убрать и помыть, и это тоже нужно убрать и помыть. Я, честно говоря, удивлена. Она обычно после работы возвращается в отвратительнейшем настроении, а тут у нее просто, ну, все восхитительно. Иди сюда, давай мы сейчас с тобой немножко поиграем, пока Розали спустится. Я думаю, что мы как раз успеем здесь все почистить и поубирать. Надо подумать, что приготовить к приезду Хелен. Честно говоря, даже не знаю, чем мы можем ее удивить. На самом деле, Хлоя и Хелен не настолько хорошо знакомы. Хотелось бы, конечно, узнать ее чуточку получше, но вы помните, чем закончилась наша предыдущая встреча. Она и сосед... сосед и она... Ну, в общем, вы помните, что было в ванной комнате. Поэтому Хлоя, наверное, хотела все-таки чуть-чуть больше узнать о своей сестре. Вообще, чем она сейчас занимается, чем она живет. И мы с вами попытаемся сегодня вечером это сделать. Я очень надеюсь, что Калеб будет не против, потому что мы на самом деле с вами даже не знаем, как Калеб относится к Хелен. Давайте мы обнимем нашу малышку. Я бы хотела с ней немножко поиграть. Нет, уход нас не интересует. Дружелюбные действия. Играть. Кстати, когда вернется домой Калеб? А, вот-вот он вернется, кстати. Мы должны рассказывать шутки. Мы должны тысячу подписчиков иметь. Кстати, 175 символионов. Это очень даже здорово. Давай мы с тобой сейчас немножко, наверное, пообщаемся с нашими подписчиками. Мы, может, какую-нибудь шутку расскажем. Социальная сеть. Обновить статус нам нужно. Затем мы с тобой, наверное, что сделаем? Проверим? Нет. Опубликуем какую-нибудь классную картинку. И я думаю, что нам с вами стоит порассказывать какие-то интересные шутки. Как дела у наших детишек? Почему они такие смущенные? Что уже случилось? Dark Spots. Мы обязательно с этим всем поработаем. А пока что я бы хотела, чтобы они немножко перекусили. У нас вообще есть что поесть? Ну, да. У нас есть курица в сливочном соусе. И у нас есть чизкейк. Это хорошо. Давай-ка ты тоже пойди перекуси немножко. Взять остатки еды. Я смотрю, что наш Эдвард самую малость устал. И нам нужно будет его сейчас покормить. И отправим отдыхать. Домашнее задание сейчас, конечно же... А, нет. Я думаю, что Элис сможет сделать домашнее задание. У нее вроде бы с настроением все very good. Подожди-ка. Калиб, Калиб, иди сюда. Нужно наполнить миску. Срочно, быстро, бегом наполни миску. Нужно покормить нашу собаку. И мы вечером, кстати, его тоже отправим погулять. Многие жители Эдвард... Зачем нам это говорит Розали? Многие жители Эдвард-он-Бегли нуждаются в помощи. Вы представляете? Это первые слова нашей малышки Розали. Звучит немножко странно. Давай будем рассказывать шутки. Давай мы обновим статус. Затем мы с тобой должны опубликовать картинку. Потом мы с тобой должны рассказывать шутки. Может быть, нам какую-то рекламу разместить? Я не знаю. Надо или не надо? Но мне кажется, как-то рановато. У нас еще даже тысячи подписчиков нет. Поиграли мы с вами с малышкой. Так, я чувствую, что кому-то нужно поменять подгузник, да? Давай мы сейчас поменяем нашей малышке Розали подгузник. Купать ее пока что не нужно. И будем с вами что-нибудь готовить. Уже, как видите, 3.46. Пока Хлоя что-то приготовит. Я думаю, что уже будет 7 вечера. Подать обед. Давайте мы приготовим. А что мы можем приготовить к приходу? О, 776. Смотрите, скоро у нас уже будет тысяча. Жареная курица, запеканка с овощами, жаркое, сосиски, яблочный пирог. Можно, конечно, кстати, приготовить яблочный. О, давайте корону из ребрышек. Мне кажется, что корону из ребрышек мы можем удивить нашу сестру. Как у тебя дела? Ты все еще работаешь. Вы кушаете. А чего вы такие напряженные? Давай-ка мы расскажем какую-нибудь дурацкую историю нашему брату. Расскажем о неуверенности. Ну, в общем, пожалуемся друг другу немножко, чтобы поднять себе настроение. Я же говорила, что они поднимут себе настроение. Я думаю, что нам с вами нужно будет сегодня еще заняться, как видите, у нас 7700 символионов. Действительно обустройством вот этого вот помещения. Я не знаю, что здесь разместить. Я думала, действительно, сначала поставить здесь рабочий кабинет нашей Хлои. И, кстати, мы с вами, скорее всего, сможем это сделать. Мы можем вот эту вот дверь переставить вот сюда, там, где у нас трещина. Будем считать, что они заделали эту трещину. А здесь у нас будет такой вот небольшой рабочий столик, где наша Хлоя сможет работать. И теперь нужно решить, какой же нам поставить столик. Можно поставить вот этот. Можно поставить стол дизайнера. Вообще, я хотела вот этот разместить, но это немножко не то. Вот, смотрите, письменный стол дизайнера, чертежи со стилем. Только теперь нужно придумать, какого цвета. Темный? Ну, в принципе, можно темный. Давайте поставим и выберем какой-то... А может, вот этот? Слушайте, а мне нравится. Мне нравится вот такой вот столик. И тогда мы можем с вами взять... Какой мы возьмем? Стульчик. У нас тут у детишек вот такие вот стульчики. Мы можем себе взять. Можно, конечно, вот такой. Но я бы хотела, наверное, взять вот этот. Мне кажется, что он будет достаточно удобным. Тут можно, кстати, поставить какой-нибудь небольшой книжный шкаф. Но у нас таких маленьких, по-моему, нет. Убираем отладку. Нас она сейчас не интересует. Я хочу повесить хоть какой-то... Подождите, а у нас тут даже штор нет? Серьезно? Мы у детишек даже шторы не разместили? И здесь... А здесь у нас есть... Как такое может быть? Мы можем, кстати, повесить вот такие, например. Или же даже вот эти. Ну, ребят, я даже не знаю. Можно вот такие. Но у нас проблема, что у нас здесь тоже должны быть шторы какие-то. И мне кажется, что оно все должно быть выдержано в одном стиле. Поэтому я думаю, либо повесить вот эти... А ну-ка, давайте посмотрим, как оно будет выглядеть. Ну, как-то странно, понимаете? Вроде бы неплохо, а я могу их приподнять? А я не могу их приподнять. Вот в чем проблема. Поэтому предлагаю повесить вообще вот эти. И они, кстати, вписываются очень неплохо. Повесим, наверное... Так, не вот эти, а вот эти. Давайте беленькие. Белый, синий, красный. Мне кажется, очень красивое сочетание. А здесь мы возьмем вот такие вот поменьше. Подождите, это же один цвет? Да, только у нас по-разному получается освещение падает. Все, здесь у нас уже полноценная нормальная детская. А здесь я, наверное, повешу... Повешу, ну, наверное, тоже вот такую вот штору. И теперь, что мне нужно обязательно? Доска. Доска для нашего дизайнера. Можно, кстати, поставить вот здесь. Нет, здесь мы не будем эту розочку. Давайте поставим ее, например... Например, вот здесь. Слушайте, она прям практически идеально вписалась. А здесь мы с вами повесим обязательно доску для дизайнера. Ведь, например, там Хлоя может размещать какую-то информацию для себя полезную. Это мы тоже здесь разместим. Будем считать, что это какие-то бумаги, какая-то, может быть, какие-то заказы, какая-то полезная инфа. А тут нам нужно разместить, где у нас эта доска для дизайнера. Вот она. Давайте возьмем красную, красную с темным. Да ладно, что, не влезешь? Давайте мы ее сделаем тогда чуть поменьше. Все, шикарно. Теперь нужно выбрать какой-нибудь ноутбук. Я думаю, что мы можем взять. Или даже компьютер. Кстати, давайте либо компьютер, либо 1600. Слушайте, давайте вот этот мне. 1500. Все, супер. А ну-ка, здравствуйте. Давайте поздороваемся. Смешно представимся. Привет. Моя мама делала у тебя дома ремонт. Я это знаю. Моя мама молодец. Я еще тебе могу про бананы порассказывать. Элис занимается. Подожди, ну почему нужно было здесь заниматься домашним заданием? Вот есть письменный стол один, письменный стол второй. Нет, они выбирают тот письменный стол, за которым делать домашнее задание не нужно. Как у тебя дела? Ты приготовила баклажаны? Теперь мы с тобой приготовим корону из ребрышек готовить. Вот видите, она как раз вдохновилась. Я думаю, что корона получится просто бомбическая. Корона, 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 торт зомби. Я думаю, что ей не понравится. Министрунное, жаркое из тыквы, мясной пирог. Подождите, все, ты уже не можешь готовить, да? Омлет, тыквенный пирог, корона из ребрышек. Вот, вот это будет супер. Калиб, кстати, как у тебя дела с твоей... О, ребята, жажда. Давайте мы его отправим выпить немножко крови, потому что мне кажется, что если он увидит сейчас Хелен, то у него может появиться какая-то вот, знаете, прям тяга к тому, чтобы выпить самую малость кровушки. Давай-ка мы создадим с тобой сейчас новый трек. Мы можем с тобой потом еще немножко поработать с музыкой. Кстати, а что у тебя вообще по жизненной цели? Получить разрешение пить кровь из двух различных персонажей. Вот это я не знаю, ребят, как мы сможем это сделать. И купить суперспособность подавления жажды. Повышайте вампирический опыт, чтобы заработать очки вампирических способностей подавления жажды. Слушайте, а мы сможем себе это купить? А давайте проверим. Влияние на эмоции, обличие тумана, отдаление, подавление жажды. Ребят, нам нужно шесть. Шесть бонусов, вы представляете? Шесть этих очков. Я даже не знаю, сможем мы их получить или нет. Ну что, как там твоя корона из ребрышек? Я смотрю, что баклажаны, в принципе, получились неплохие. Я пока их уберу в холодильник. И, друзья мои, мы с вами совсем забыли, что нужно выбрать себе очередную подработку. Мы же с вами отправляемся на следующий день на работу. Шикарный ремонт гостиной, ванной. Дополнительная, игровая. Я смотрю на бюджет, ребят. Надо смотреть только на бюджет. Ремонт комнаты, ремонт комнаты. Я не хочу просто ремонт комнаты. Можно либо выбрать игровая, либо мы с вами... Нет, ремонт кафе точно не надо брать. Потому что вы знаете, что у нас какие-то баги сейчас с ремонтом кафе. Ремонт гостиной и кухни у панкейков. Слушайте, а что это за бюджет 2400? Что я смогу взять кухне? Там же только один холодильник сколько стоит. Ремонт этажа, но тоже как-то маловато. Дополнительный этаж. Слушайте, а давайте попробуем у панкейков сделать ремонт. Мне кажется, 2000 может, конечно, хватить. Мы с вами попробуем. Не факт, что мы сможем это сделать, но мы попробуем. Тем более, что дополнительные комнаты мы с вами всегда сделаем. А вот ремонт гостиной и кухни, это уже звучит очень интересно. Ну что, как там дела у твоей короны из ребрышек? А у тебя как дела? Ты занимаешься музыкой? Да, молодец. Давай мы сделаем ремикс трека. И затем мы с тобой попробуем записать этот трек. Может быть, мы сможем сразу его выпустить? А ну давай проверим. Мне казалось точно отправить копию в студию звукозаписи. Давайте-ка отправим. И мне кажется, что мы остальные... Да, мы уже все успели поотправлять. Давай-ка садись за свой компьютер. Ты же у нас блогер. Ты должен дальше заниматься своим блогом. Тебе нужно сейчас своих подписчиков развлекать. Давай-ка обнови статус. Потом давай, пожалуйста, может быть, расскажи какие-то интересные шутки. И затем, я думаю, что мы с вами можем попробовать рекламировать малоизвестный товар. Ну не знаю. 946! Ребята, 946 подписчиков. Вы представляете, чуть-чуть осталось, и у него будет тысяча. Тысяча! Только я надеюсь, что мы сейчас не потеряем же подписчиков благодаря Либерти Ли. Слушайте, мне не очень нравится, что ему названивает Либерти Ли. Ну это как-то прям... Здравствуй. Удивительно, но факт, должность... А-а-а, она же звонила, спрашивала про должность. Ладно, тогда я не против тебе что-то подсказать. Окей. Вы же помните, что у наших ребят появились достаточно такие вот интересные секреты друг от друга. Вы помните, какая была неприятная ситуация с Виктором, да? Виктор же, по-моему, звали того чувака. Вот и сейчас у нас складываются какие-то странные отношения с Либерти. Поболтать, запланировать общественные мероприятия. Я хочу официально пригласить Хелен на ужин. Мне кажется, что она, ну, не должна нам отказать. Я думаю, что она наоборот будет рада с нами провести время. Праздник для малышей, день рождения, целевое событие мы обязательно выберем. Я думаю, что... Нет, ну, званый ужин. Давайте домашняя вечеринка. Я думаю, что это как раз отличный вариант. Кто организатор? Конечно же, Хлоя. Гость. Ну, Калиб пусть будет у нас гость. О, Джейд, бывшая Калиба. И мы можем, наверное, пригласить. Я думаю, что Лилит не надо. Я бы хотела пригласить... А где? А где? Подождите, я что, не могу ее пригласить? Да вы что, серьезно? Мы не можем... Саймона могли бы пригласить, но я не хочу его приглашать. Ребята, а где она? Подождите, либо я пролистнула... Но куда делась? Куда делась Хелен? Ребята, серьезно? Мы не можем? А, можем. Я пролистнула, действительно. Исполнителей, бармены и специалисты по кейтерингу нам не нужны. Мы с вами выбираем, понятное дело, что нашу резиденцию. И я надеюсь, что она сейчас к нам в гости придет. Ты переоделась? Давайте достанем наши баклажаны. Давай, доставай. И затем, я думаю, что мы можем немножко посидеть... Выстави их, пожалуйста. Немножко посидим здесь. И затем, может быть, с Хелен отправимся... Но мне кажется, что можно ее пригласить в спа-салон. Я вообще давно хотела бы отправить нашу Хлоу в спа-салон. Она, бедняга, очень много работает. У нее нет даже выходных. А сейчас мы с вами можем, конечно же, немножечко отдохнуть, раз вернулись домой пораньше. Ну что, как у тебя дела? Давай обновлять дальше статус. И я хочу получить тысячу подписчиков. Хочет зайти в гости. А хорошо. А давайте Калеб пригласить сейчас Либерти. Мы все равно с вами не знаем про отношения. Либерти, ты тоже решил зайти? Ну вот почему всегда, когда я наготавливаю огромное количество блюд, к нам сразу же гости приходят? Ну хорошо, заходи. Я же не могу тебя не пустить. Я могу тебе предложить авантюру. Слушайте, а Хелен вообще захочет к нам прийти или нет? Вы будете смеяться, но она каким-то образом уже успела оказаться на втором этаже. Ребят, и по-моему, она беременна. По-моему, Хелен беременна. Напишите в комментариях, как вы думаете, она беременна? Ну я думаю, что да. Я думаю, что она беременна. Вы представляете, какой поворот? Я так понимаю, что беременна она от Михаила? Вот как вы думаете? Давайте, наверное, всех пригласим за стол. Подходите. Вот у нас тут есть очень вкусные баклажаны. У нас есть очень вкусная корона из ребрышек. Вот это поворот, ребята. Честно говоря, я не ожидала. Я помню, как они там с Михаилом флиртовали, флиртовали. И как бы все. Что ты хочешь сделать? Поболтать с Калебом? Хорошо поболтали. А вы не хотите гостей как бы пригласить за стол? Куда вы пошли? Подождите, у нас же гости. Калеб. Я вам говорю, Калебу явно что-то не нравится. Так, подожди, Калеб. Подожди, подожди. Ну у нас гости. Ну как-то, ну как-то чуть позже. Давай, вот чуть-чуть позже. Разворот. Сделать в доме ремонт. Подождите. Луна на... Подождите, я первый раз такое вижу. Нам позвонила Луна. Я собираюсь сделать в доме ремонт. А Манчи очень хорошо вас рекомендует. Мои люди свяжутся с вами. Да ладно. Неужели у нас могут быть еще и такие интересные? Один из давних клиентов, персонажа по имени Хлоя, посоветовал ее другому персонажу. Это хорошо скажется на ее деловой репутации. Вы представляете, как интересно? Я, честно говоря, не помню, что мы к нам так обращались. I miss you so much. Подожди, я даже не успела. Какой miss you so much? Ты что? Влюбленность. Подождите. Так, Калеб. А ну посмотри мне в глаза. Что это у нас там за влюбленность? Калеб. Ребята, что-то мне подсказывает, что Калеб себя как-то ведет очень и очень странно. Последнее время. Иди-ка лучше посиди, пообновляй статус. Я понимаю, что к тебе пришла Либерти. Зачем-то. Ну да, ты ей подсказал, какую работу выбрать. Но это как-то уже, знаете, выглядит немного странно. Иди, вот ты наказан. Сиди, обновляй статус социальной сети. Ладно, я шучу. Сейчас он еще немножко подтянет своих подписчиков. Потому что я очень хочу, чтобы мы с вами все-таки получили сегодня повышение. То есть нам придется немножко так вот поработать над подписчиками. Ну что, как у вас дела? Давай-ка мы немножко с тобой поболтаем. Ну ей вроде бы нравится. Давай спросим про еду. Мол, как вкусно, невкусно. Спросить, на каком сроке. Ну давайте спросим. Мы же с вами даже не в курсе, от кого она беременна. Ребят, ну я предполагаю, что от Михаила. Ну я не знаю, может быть она уже успела с кем-то сойтись. А мы не знаем поблагодарить за посещение. Давайте мы поблагодарим ее за посещение. Рассказывать анекдоты. Ну давай я расскажу тебе анекдот. Анекдот, веселые действия. Анекдот про обезьян. Я не знаю, ей интересны обезьяны или не очень интересны. Ну что, сестренка, давайте с тобой немножко поболтаем на какие-нибудь интересные темы. А ну-ка. Да ладно, вы представляете, если... Опять Хэнфордон Бегли. Подождите, о! 1038, ребята! Молодец, Калеб! Ну расскажи, на каком ты сроке-то? Она не будет нам рассказывать? Или будет? Ну давай мы с тобой поговорим на какие-нибудь там, не знаю, отвлеченные темы. Спросим ее действительно про еду, порассказываем анекдоты. Она, видимо, не хочет делиться. Вы только посмотрите, в какое красивое место отправились Хлоя и Хелен. И первое, что сейчас хочет сделать Хлоя, это выпить чашечку кофе. Затем, я думаю, что мы с вами сделаем маникюр. Может быть, даже успеем сделать педикюр. И обязательно полежим в какой-нибудь роскошной ванне. Я думаю, что мы можем выбрать либо какую-нибудь цитрусовую, либо с какими-нибудь лепестками. Я думаю, что это просто идеальный вариант, чтобы расслабиться. Ну что, кофе у нас есть, давай выпьем... Почему нельзя? А, еще заваривается. Выпьем сейчас чашечку кофе и затем пойдем сделаем маникюр. И, кстати, куда уже делать Хелен? Давайте посмотрим. Она у нас уже тут стоит, она уже переоделась. Интересно, чем она будет сейчас заниматься? Вот, честно говоря, я даже не знаю. Она отправилась сюда переодеться и как-то не особо, знаете, контактирует с нашей Хлоей. Так, ты выпила чашку кофе? Нет, ты еще не выпила. Сейчас выпьет одна чашку кофе и затем я хочу сделать маникюр. И, кстати, самое интересное, что перед тем, как мы с вами отправились в этот спа-салон, ну вот буквально за пару минут до отправления, Хелен и Калиб поругались. То есть сейчас Калиб, знаете, в таком вот не самом лучшем настроении. Какая-то, знаете, вроде бы мелочь произошла, но Хелен почему-то накричала на Калиба. Калибу это, понятное дело, что не понравилось. Ну и, в общем, мы с вами отправились вот в это место. Не знаю, что нас будет ждать, когда мы вернемся домой. Я надеюсь, что дальнейших конфликтов не будет. Но если Хелен, знаете, такая вот конфликтная особа, то я не думаю, что Калиб захочет, чтобы она к ним в гости приходила. Ну что, можно мне сделать маникюр? Что-то как-то кофе, знаете, нам не особо помогает. Нет, ну может быть, конечно, сейчас немножко поможет. Ну, вроде как, смотрите, бодрость у нас стала чуть-чуточку повыше. А можно мне еще чашечку кофе? Пожалуйста. Хотя сначала я хочу сделать маникюр. Я думаю, что мы можем для начала выбрать какой-нибудь, может быть, светлый лак для нашей Хлои. Посмотрим вообще, что нам могут предложить. Я думаю, что нам подойдет, наверное, ногти круглой формы. Покороче, потому что вы же видите, мы с вами занимаемся ремонтом, и не хотелось бы сломать ноготь. А вот в плане цвета я думаю, что мы можем взять что-нибудь интересное. Может быть, нам взять, может быть, нам взять. А давайте возьмем... Давайте вот такой голубенький. Мне кажется, для начала это будет просто прекрасный вариант. А если мы с вами захотим, то всегда можем сюда заскочить и, например, выбрать какой-то другой цвет. Ну что, куда ты отправляешься? Мне кажется, что Хелен, скорее всего, сейчас тоже захочет себе сделать маникюр. Да, я была права, друзья мои. Я была права. Ну а затем мы с тобой, наверное, пойдем примем ванну с наполнителем. Можем с молоком, медом и овсяными хлопьями. Лавандовая пена, расслабляющая. Давайте, может быть, цитрусовую ванну. Мне кажется, что будет здесь просто превосходно полежать в такой вот приятной ванне. У нас здесь играет музыка. У нас есть еще один этаж внизу. Давайте посмотрим, что тут есть. Есть вот такой вот зал для занятия йогой. Есть огромнейший просто бассейн и небольшой спортзал. Слушайте, мне это место так нравится. Я думаю, что нам нужно будет сюда как-нибудь искалибом отправиться. Если бодрость нам будет позволять, мы можем после ванны отправиться вместе с Хелен. Например, вот сюда. Можно немножко помедитировать. Но, честно говоря, я не знаю, хватит ли нам с вами бодрости. Потому что, посмотрите, мне кажется, что Хлоя, скорее всего, сейчас уснется. Да, что я вам и говорила. Она уснет в этой ванне, хотя я не удивляюсь. Аккуратно, пожалуйста, давай только без экстремальных вот этих вот засыпаний. Потому что, если с тобой что-то произойдет, то я не знаю. Я не знаю, что мы с вами будем делать. Смотрите, она и педикюр решила сделать, и маникюр. Ну, я так понимаю, что сегодня у нас просто такой вот день. Девчачьи девочки решили нормально отдохнуть. Хлоя вернулась домой под утро. Поспала несколько часов и отправилась на работу. Сейчас мы с вами находимся в виллу Крик, и вы посмотрите, какой у нас ливень. Погода просто отвратительная. Малыш, а ты кто такой? Ты что здесь делаешь? Почему ты на улице? Дэниел Панкейк, вы что? Вы чего, малыша, здесь оставили на улице? Ну, давайте, может быть, мы смешно ему представимся. А затем я хотела бы постучать в дверь. Уважаемые, ау, ау, тут кто-нибудь есть? Может быть, малыша нужно в дом забрать? Что это за странное вообще поведение у Панкейков? Привет. Привет, малыш. Пойдем домой. Давай я тебя сейчас подниму на ручки, и мы вместе. Что там происходит, ребят? Что там в доме происходит? Посмотрите, там девочка какие-то... Что вы делаете? А, они, наверное, поняли, что малыш находится на улице. Они, наверное, в панике. Мне кажется, что мамочка спрашивает, а где малыш? А дочка говорит, ой, ой, по-моему, Дэниел отправился на улицу погулять. И мне кажется, что сейчас кто-то получит по попе. Давайте жизнерадостно представимся. Привет. Ты тут занимаешься? Ладно, я не буду тебе мешать. Я бы хотела узнать вообще, какие у вас пожелания. Я хочу знать, что вы вообще... Я так понимаю, что нам придется делать ремонт вот в этой части. Что вы вообще от меня хотите? Давайте спросим про любимые дизайны. И вообще перейдем вот сюда. Что вы хотите, чтобы я вам в итоге создать смогла? Обсуждать дизайны. И я хочу спросить про ее любимый цвет. Конечно, покажем портфолио. Мы скажем, что вы только посмотрите, какие шикарные ремонты у меня уже есть в моем портфолио. Я думаю, что вы обязательно захотите что-нибудь подобное. Они хотят, чтобы... Подождите. Нравится игра на скрипке. И мне нравится островная тематика. Да я и не собиралась вам ее предлагать. И между прочим, смотрите, Калиб молодец. Он тысячу сколько там? Девятьсот семиллионов смог заработать. Хорошо, я вам и не хотела... Не нравится стиль модерн. Ладно. Допустим. Мы с вами не будем это им предлагать. Но я бы хотела пообсуждать тенденции в декоре. И вообще я думаю, что может быть мы предложим какой-то другой дизайны. Мне просто не очень понятно, зачем им... А, все. Французская провинция. Как интересно. Так, все, хватит общаться с клиентами, а то они сейчас опять передумают, захотят что-то другое. Нет, нет, нет. Меня, в принципе, устраивает. Я им могу, конечно же... Ну, почему нужно было обязательно здесь напачкать? Опустимся ниже. И сделаем первые фотографии. Так, идем вот сюда. Я понимаю, что мне нужно сделать ремонт вот в этой комнате. И вот в той комнате. Как вы думаете, я напутаю или нет? Значит, сколько нам нужно фотографий? Ну, давайте, наверное, 8... А, 5 фотографий. Сделаем, наверное, вот здесь фотографию, потом вот здесь фотографию. И давайте сделаем фотографии на кухне. Будет смешно, если нам, допустим, фотографии на кухне не понадобятся. Хотя мы с вами уже делали похожий ремонт. И, в принципе, как раз на кухне нам тоже нужно было все поменять. Слушайте, ну недостаточно дорогостоящий холодильник. То есть, в принципе, я думаю, что денег нам должно хватить. Ну что, мы будем с вами прощаться? Попрощаемся с клиентами? Да, конечно, мы можем уже попрощаться. Я не буду ничего менять из их выборов. Мне кажется, что нам, французской провинции, должно хватить. Главное, чтобы она не совпадала с модерном и не совпадала с островной тематикой. Ну что, мы переходим с вами в режим строительства. Давайте посмотрим, я вообще правильную комнату выбрала или нет. Ремонт гостин... А, подождите, гостиная и кухни? Подождите, то есть нам нужно все-таки здесь ремонт и здесь сделать? Так, погодите. Возвращаемся. Мне нужно снова делать фотографии до. Я почему-то думала, что столовой. Слушайте, может быть, не то я выбрала? А может быть, все-таки столовой? Ну, как-то это странно. Ладненько, давай из этого угла сделаем фотографии. Допустим, раз. Ну, в принципе, нам денег и на то, и на то хватит. Но все-таки как-то... Как-то я не знаю, ребят. Меня это смущает. Если я напутаю что-то, то так и будет. Ну, мне кажется, что хватит, да, фотографии? Вот здесь еще одну сделаем фотографию и все. Потом выберем. Давайте теперь переходить в режим строительства. Посмотрим, сколько же в итоге у нас с вами будет денег. Опускаемся ниже. Возможно, только на первом этаже. Ну, гостиная и кухня, значит, гостиная и кухня. Продаем это все. О, смотрите, уже 3000. Теперь у нас есть 8000. Между прочим, обратите внимание. О, 700. Нет, мы продаем, продаем, продаем. Сколько ты стоишь, холодильник? 14! То, что я вам говорила. Мне казалось, что он стоил 12. 25 тысяч, ребят, уже есть. Ну и теперь, ладно, продаем. Ну что, давайте глянем, что мы можем для них выбрать. Я думаю, что мы сразу же перейдем в стиль французской провинции. Мне кажется, что мы здесь можем взять какой-нибудь, может быть, мятный, может быть, какой-нибудь серо-голубой оттенок, может быть, что-то такое вот розоватое. Хотя, честно говоря, мне кажется, что я бы выбрала бы здесь какой-нибудь, может, фиолетовый, может быть, сиреневый. О, так у нас не так уж и много вариантов. Раз я решила выбрать лавандовый цвет, то я его использовала и на кухне, и в гостиной. Теперь давайте, наверное, займемся все-таки кухней. Я хочу взять кухню из комплектов. Мне кажется, что вот этот вот лавандовый просто идеально подойдет. Давайте-ка, наверное, вот здесь поставим раз уголочек. Затем я бы здесь хотела все-таки, наверное, какой-то столик. Мне кажется, что делать огромную прям кухню, наверное, будет не очень симпатично. Поэтому давайте попробуем так. Если не понравится, то мы всегда все можем вернуть обратно. В плане, наверное, холодильников мы можем взять либо вот такой. Кстати, по цвету-то он просто идеально подходит. И, кстати, давайте посмотрим, что у нас есть из столиков. Нет, подождите. До столиков мы с вами доберемся. Я хочу, наверное, разместить сейчас какие-нибудь шкафчики. Вот, видите, они у нас лавандовые. К сожалению, лавандовый есть только вот в этом наборе. Мне бы хотелось какой-нибудь, конечно, еще взять. Но, к сожалению, придется использовать именно что вот этот. Вот, например, вот в этом наборчике, к сожалению, лавандового нет. Можно было бы, конечно, голубой взять, но я хочу лавандовый. Очень-очень хочу лавандовый. Переходим вот сюда. Наверное, вот здесь у нас... Да нет, давайте как-то пониже опустим. Как-то очень странно выглядит, что у нас эти полки такие высокие. Хотя, с другой стороны, может быть, им так будет удобно. Давайте, наверное, еще одну полочку здесь. И еще одну вот здесь. У нас же здесь средняя высота потолков, да? Я правильно? Да, правильно говорю. Есть у нас лавандовая плита. Да, я думаю, что мы с вами обязательно здесь разместим вот такой вот детектор дыма. И, наверное, слушайте, давайте вот сюда, наверное, вот этот вот шкафчик. А я хочу, наверное, здесь какой-нибудь другой повесить. Выберем тоже лавандовый. И вот этот. Все, шикарно. Кухня у нас уже готова. Правда, здесь у нас одно выступает, тут у нас другое. Слушайте, мне кажется, я какой-то шкафчик не тот повесила. Или все-таки тот. А почему один выступает, другой не выступает? Хм, странности какие-то. Теперь мы можем взять, например, вот такой вот шкафчик номер один. Шкафчик номер два. И у нас получился, ну, такой вот небольшой комодик. Я решила убрать один шкафчик, поставила микроволновку. И здесь я хочу разместить вот такой вот светильник. Напольная лампа. Смотрите, выглядит очень даже симпатично. А вот тут мы можем повесить какую-нибудь картинку. Только картинки здесь какие-то, ну, очень дорогие. Можно, например, вот такую. Переходим к гостиной. Давайте посмотрим, какие мы можем с вами повесить шторы. Ну, со шторами у нас, конечно же, как обычно, беда. Потому что у нас, по-моему, нет лавандовых. У нас есть розовые. У нас есть голубенькие. А вот лавандовых у нас с вами нет. Ну, почему у нас нет лавандовых штор? Объясните мне, пожалуйста. Хотя можно вот такие повесить. Ну, вот хотя бы белые. Придется, ребят, вешать бежевые. А что поделать? Ничего не поделать. Здесь мы, наверное, с вами повесим какие-нибудь вот такие вот узкие. Ну, тоже бежевые. У нас нет выхода. Видите, у нас проблема со шторами. Из-за того, что в этом стиле у нас штор крайне мало. Давай от тебя чуть повыше. Здесь мы разместили. Здесь тоже разместили. И здесь тоже разместили. Давайте посмотрим, что мы можем тут поставить. А, к сожалению, ничего мы не можем разместить. Мы можем поставить только стол флориста и барную стойку лисья нора. Ладно, возьмем вот такой вот бежевый. Придется нам здесь сочетать лавандовый и бежевый. Я думаю, что мы тебя вообще вот туда отставим. Кстати, а здесь мы можем даже не шахматы. Здесь мы можем, например, поставить рояль. Я думаю, что наши симы будут довольны. Вы знаете, что они у нас музыку любят. Теперь давайте выберем какое-нибудь симпатичное кресло. Можно взять, конечно, вот такое, но оно не особо здесь будет смотреться. Возьмем, наверное... Кстати, а может вот это поставим? Смотрите, с такими вот красивыми цветами. Ставим тебя вот здесь, тебя вот здесь. Теперь нам нужен какой-нибудь угловой столик. О, подождите, у нас есть еще вот такой вот столик. Надо только придумать, куда его поставить. Я здесь хочу рояль. Я придумала, как мы с вами сейчас здесь все растапим. Значит, сюда у нас идет вот эта вот книжная полка. Теперь нам с вами нужно поставить, наверное, еще один диван. Допустим, мы его вот здесь можем разместить. А вот тут у нас будет стоять вот такой вот столик. А ну-ка. Ну, вроде бы нормально. Здесь мы можем, например, книжки поставить, еще что-нибудь интересное. Только для начала нам нужно снова вернуться во французскую провинцию. Я бы поставила здесь, например, вот такой вот светильник. Мне он очень нравится. Но придется опять бежевый. Понимаете, у нас проблемы. Проблемы с лавандовым цветом. А тут есть лавандовый? Нет, тут есть голубой. Вот тебе хочется лавандовый? А нет лавандового. Тогда возьмем здесь тоже беленький вот такой вот тумбу, столик. И поставим его с этой стороны. Тогда сюда мы можем, например, какой-нибудь цветочек. Вот смотрите, вот такой вот цветочек поставить. Тебя вот сюда. Тебя вот сюда. Чтоб с Симом было удобно ходить. А то знаю я их. Они у нас иногда могут даже не пройти, если огромный проход есть. Можно взять вот такой вот голубой. Можно взять... О, блин, ну почти лавандовый. Не совсем лавандовый, но почти лавандовый. Переставим, наверное, тогда немножко вот это вот кресло вот сюда. Это кресло я вот здесь поставлю. И что нам обязательно нужно разместить? Нам нужно перейти в плитку. Французскую провинцию убираем. Мы можем взять, наверное, вот такую вот плитку белую. И надо постелить под камином. Потому что иначе вы знаете, что у нас может произойти беда. Переходим опять во французскую провинцию. Посмотрим, чего нам с вами не хватает. Можно какую-то фигурку, статую разместить. А где мы можем их поставить? Вот здесь можно? Нет, здесь у нас это делать нельзя. Телевизор. Ну вот видите, телевизоры они не особо любят из французской провинции. Можно повесить какую-нибудь вот здесь картинку. Давайте глянем, что у нас есть такое красивое и достаточно дорогостоящее. Вот, например, вот такую вот картину. Повесим вот здесь. А тут я все-таки хочу... Так, подожди, книги, книги. Вот здесь у нас будут книжки. Я хочу поставить рояль. Я надеюсь, что они не будут против. А то потом они мне еще скажут, я не хотел рояль, зачем вы мне поставили рояль? Обязательно нам нужны скрипки. Рояль, рояль. Можно вот такой вот, например. Смотрите, вот здесь мы можем его разместить. Тогда нам придется переставить вот этот вот столик. Вот. Либо можно взять, конечно, вот такой. Но он стоит 3600. Я думаю, что они точно не оценят наше рвение. Подарите им рояль. Или же вот здесь. Слушайте, вот поставили мы с вами рояль. Я могу чуть-чуть его вот так вот под небольшим углом. И тогда и симы смогут проходить. И будет удобно играть. Все. Прекрасно. Давайте посмотрим вообще по всему списку, что мы еще можем здесь разместить. Я бы хотела, например, вот такую вот корзинку с подушками. Потом мы с вами можем здесь еще сушка для растений. Но я думаю, что вешать мы ее точно не будем. Можем взять, например, корзину для пикника. Хотя я не знаю, зачем вам здесь корзина для пикника. Пусть у нас здесь будет стоять вот такой вот кувшин-вазочка. Потом я хочу какой-нибудь здесь столик разместить обязательно. Можно было бы поставить вот такой столик, но он идеально впишется скорее в прихожую. О, смотрите, у нас есть вот такие вот флажки. Можем повесить, например, вот такой вот флажок. И потом можно повесить, например, вот такой вот флажок. Что у нас есть еще? У нас есть комод. Кстати, а может нам комод здесь поставить? А давайте комод поставим. Точно. И у нас, кстати, есть лавандовый комод. Да ладно. У нас есть лавандовый комод. Ну вот как, знаете, по заказу. Пришло время сделать фотографии после, друзья мои. И у нас тут какая-то магия. Вот эти шторы в режиме строительства не видны. Здесь они видны, а в режиме строительства не видны. Объясните мне, пожалуйста, как такое может быть? Давайте сделаем несколько кадров. Я надеюсь, что нашим заказчикам понравится то, что у нас получилось. Достаточно специфический и интересный заказ. Не факт, конечно, что они будут довольны, но я надеюсь, что будут довольны. Также вон у нас стоят скрипки. Не обязательно добавила скрипку для детишек. Скрипку для взрослых. И давайте также сфотографируем кухню. Честно говоря, я не помню, в каких ракурсах мы делали эти фото, но это не играет вообще никакой роли. Все, мы с вами сделали вот эти вот фотографии. Теперь давайте позвоним нашим заказчикам и спросим, как вам вообще ваш новый дом учиться набивать? Мне нравится вернуться домой. Мы можем вернуться домой, и я думаю, что вопросов к нам никаких не будет. Так, вот она наша кухня. Давайте возьмем раз, два. Два, потом три. Нет, не так у нас должно быть. Смотрите, раз, два. Давайте возьмем три, четыре. Нет, 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 ребят, не так, не так, не так, не так. Вот, вот эти вот два кадра. Раз, два. Потом у нас три, четыре. И еще нам с вами нужно пять, шесть. Потом, наверное, мы возьмем какой кадр? Мы с вами возьмем, наверное, вот этот кадр, вот этот. Ну и, в принципе, вот этот и вот этот. Я надеюсь, что я правильно все разместила. Если же нет, ну, значит, так и будет. Как думаете, панкейкам понравится или не понравится? Вот смотрите, здесь же не видно вот эти вот шторы. И на втором этаже их не видно. Откуда они взялись? Как вы думаете, ребят? Напишите в комментариях. Откуда те шторы? Ну что, может быть, не надо было выходить на улицу? Смотри, мы позвонить, в принципе, можем. И не с улицы. Здравствуйте. Привет. Сколько у нас клиентов? У нас три клиента. Ну что, идем устраивать показ. Ребята, я боюсь, я нервничаю. Каждый раз, когда мы с вами занимаемся ремонтом Sims 4, я все время нервничаю. Мне кажется, что заказчики постоянно будут недовольны. Заходите. Вы же здесь вообще-то живете. Не надо переживать. Заходите, пожалуйста, ребята. Они сейчас будут в шоке, наверное. Что вы сделали? Что вы натворили? Как вы думаете, куда они пойдут? Правильно? Фух, вроде бы правильно идут. Ну? Открывайте глаза. Открывайте, пожалуйста. Откройте глаза, иначе я сама сейчас начну нервничать. Ну? И что вы мне скажете? Вот мы с вами видим, что было до и что было после. Нет, в принципе, до мне тоже очень даже нравилось. Но мне кажется, что после, в принципе, получилось достаточно уютным. Честно говоря, мне только не нравятся вот эти вот висящие сковородки. Мне кажется, их надо было чуточку повыше разместить. Но, да ладно, у нас была только такая возможность. И мы даже, между прочим, сэкономили немножко. Мы им денежки, как бы, не все потратили. Поэтому я думаю, что они должны быть довольны. Ну что? Как вам ваш новый дом? Давайте похвастаемся предметами. Можно? Нет? Еще нельзя хвастаться. Вот смотрите. Вот есть скрипка. Вы хотели скрипку. Вот там есть скрипка. Давай я с тобой еще поболтаю. Она не хочет с ними болтать. Мне кажется, что она понимает, что сейчас могут возникнуть какие-то трудности. Ну чего ты охаешь? Вот давай проверим. Раз. Потом проверим. Два. Вот проверим скрипку. И эту скрипку. Я думаю, что мы будем показывать только то, что напрямую было связано... Ох, ты не можешь это все проверить, да? Ну прекрасно. Давай похвастаемся тогда вот этим диваном. Этот диван мне прям очень нравится. Я думаю, что вам он тоже понравится. Девочка, ты не туда пошла! Ладно, давайте поболтаемся Лизой. Повосхищаемся вещами. Скажем, вы знаете, мы для вас просто вот идеальные вещи подобрали. Вы просто должны быть в восторге. Вам должно здесь понравиться. Я могу поделиться фотографиями. Ой-ой, ребят. Они вдруг в один момент все решили, что нужно дать нам окончательный ответ. Ну давай я с тобой тоже поговорю. Как тебе вообще? Нравится, да? Я тоже сейчас могу расплакаться от переживаний. А ты куда убежал? А ну-ка подожди, никуда не убегай, стоять. Мне же интересно твое тоже мнение. Мы же должны результаты узнать. Стоять. Я смотрю, что Хлоя либо сейчас отключится и уснет прямо в этой новой гостиной. Либо мы с вами очень быстро узнаем результаты. Нам осталось поговорить только... Подожди, а ты где? Ты где? Хорошая моя, ты где находишься? Ты вообще решила в другую комнату уйти? Хейли решила здесь узнать результаты нашего. Точнее, она решила мне сообщить результаты. Результаты узнаю здесь только я. Ну, ребят, ну вроде бы нравится. Ну, вроде бы довольны. А ну-ка давайте посмотрим. Да, выполнять работу со следующими результатами. Мы заработали 904 миллиона. Профессиональная репутация значительно выросла, друзья мои. А давайте посмотрим. Мы с вами можем уже выбрать другой заказ, связанный с девятым уровнем или нет? Да ладно, ребята. Ремонт комнаты перспективный клиент. Вот это интересно. Я думаю, что мы с вами можем взять вот этот вот заказ на следующую серию. Друзья мои, сейчас я думаю, что надо, чтобы Хлоя отправилась немножко отдохнуть, потому что она очень сильно устала. Надеюсь, вам понравилась эта серия. Не забывайте ставить лайк, подписывайтесь на канал. До скорых встреч. Пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok